Ребята, всем привет! Вы, как обычно, на канале Евгений Радист. Сегодня мы в гостях у Павла в Московском техническом университете связи информатики. Павел, спасибо за приглашение. Пожалуйста. И у нас сегодня очень интересный вопрос. Мы собрали стенд, Павел уже откалибровал. Калибровку мы частично показали в нашем телеграм-канале. Кстати, надо сказать об этом. Откалибровали прибор. Хотим посмотреть. Вот антенна такая белая, на второй камере ее видно. Павел сейчас показывает. Белая антенна – это штырьевая антенна, которой комплектуют китайские друзья наши модемы, роутеры, которые как бы должны работать в диапазоне 3G, 4G и даже 5G. Павел, и нам очень интересно, насколько они эффективны, эти антенны. Ну, сейчас мы собрали стенд специально. Я хочу оговориться, что данный стенд собран исключительно для измерения в этом диапазоне, потому что ни одна из тех антенн, которые большие у нас используются, они не позволяют работать в этом диапазоне. Мы вот сейчас с помощью антенны Вивальде собрали… Эта антенна работает в диапазоне от 1 до 10 ГГц. Мы собрали такой экспериментальный стенд, так скажем. Мы у коллег взяли векторный анализатор цепей до 18 ГГц, который позволяет, соответственно, провести данные исследования. Шикарная полоса вообще. Да. И вот я предлагаю теперь перейти от слов, так сказать, к графикам. Да, мы сейчас сменим локацию, Павел. Сейчас будет отбивочка. Мы как раз-таки покажем вам поочередно, с переключением конкретно по каждой антенне, потому что нужно понимать, какая это антенна, какая это. И вот, может быть, вы сами сможете сравнить. Да, и для себя определить. Да, определить, насколько она хорошо работает. Вот вы увидите, как все передачи в этих… Ну, в достаточно широкой полосе. Мы сейчас откалибровались от 1,7 до 5,2 ГГц. Очень широко взяли, да. То есть полоса 3,5 ГГц. Поставили маркера, поставили все у нас. Да, мы выставили, мы подготовились, поэтому сейчас будем уже рассматривать непосредственно графики и будем уже смотреть, как себя ведут такие антенны. именно в работе. Для нас небольшая дистанция, но все равно… Ну, все равно мы поймем хотя бы эффективность какая-то. Все, Павел, спасибо. Тогда, друзья, небольшая отбивочка. Наливайте кофе, чай, кто что любит. А мы сейчас меняем локацию, показываем уже экран. И, Павел, ты дашь комментарий. Хорошо. Теперь мы непосредственно переходим к графикам. Я сейчас сразу расскажу обо всех графиках, которые мы будем видеть. Сейчас у нас приведены три графика. Соответственно, начну с самого красивого и для меня приятного. Это зеленый график. Это график как раз антенны Вивальды, которая у нас находится в передающей. Сейчас она играет эту роль. Синим, соответственно, графиком отображается коэффициент стоячей волны по напряжению. Если кто-то захочет увидеть, мы потом детально еще рассмотрим. Скриншот сделаем, расскажем. И, соответственно, красным графиком, вот здесь тоже, это коэффициент передачи. То есть, какую мощность в децибелах, чтобы вы понимали, это антенна, вот именно эта непосредственная антенна принимает от антенны Вивальды. Я сразу зайду в кадр, чтобы было понятно, что это творится на экране. Да, вот же опять же он. Вот Евгений заходит, видите, и сразу коэффициент передачи у нас, соответственно... Я выхожу. И сигнал восстанавливается. Антенна Вивальды у нас достаточно широкополосная, позволяет нам перекрыть весь этот диапазон. Но вот мы теперь хотим посмотреть. На самом деле, то, что написано в логотипе 5G, соответствует тем, что мы видим. Тем требованиям, которые выдвигаются. На самом деле, сложно сказать о требованиях. Скорее всего, это некий сравнительный такой анализ. Можно показать, что действительно она работает, что некий сигнал она может на себя принять. Но насколько качественный этот сигнал, это большой вопрос. Давайте начнем тогда с первого графика. Тогда я не буду рассматривать график зеленый, потому что если мы перейдем к зеленому графику, то у нас КСВ не выше 1,5. во всем диапазоне. Круто, в широченном диапазоне. Да, и соответственно, антенна позволяет в этом во всем диапазоне, чтобы вы видели сравнение профессиональных антенн и неких антенн, которые поставляют для бытовых, так скажем. Условный ширпотреб, наверное, прямо скажем. Ну, понятно, что когда мы пользуемся неким модемом, у нас мы не можем какие-то профессиональные антенны сделать. Нам нужно, во-первых, чтобы во все направления это работало, и там есть свои ограничения по размерам. Мы даже если хотели бы, мы, может быть, и даже не уложились бы. Но, может, посмотрим. Давайте сейчас конкретно перейдем к этому графику. То есть сейчас мы на данном графике вывели только значения по КСВ. То есть вот здесь мы выставили 8 маркеров. Я сейчас ближе их поставлю и прокомментирую немножечко. То есть 1,7-1,8. То есть вы видите вот в этом диапазоне первый и второй маркер. То есть здесь у нас КСВ больше двух. Но я слышал, что ряд последних достижений позволяет передающему оборудованию работать и с КСВ порядка трех. То есть есть такие... Я не знаю, насколько используются в бытовых приборах, но я слышал, что есть такие достижения науки и техники, которые позволяют. Теперь следующий диапазон в графике маркера 3,4. Это вот третий и четвертый маркер. Но здесь вы видите сами, что здесь как раз один из пиков, даже максимум, да, такой... КСВ, да? КСВ, да, он больше четырех даже. А это у нас какие частоты? Это 1,9, 2,0. А это условно первый бенд? Да, 2,2, извините. 1,9, 2,2. Да, первый бенд. А теперь мы переходим к следующим маркерам. Это 5,6. 5,5 и 6 маркер. Соответственно, у нас 2,5, 2,7. Здесь, кстати, что хочется отметить. В этом диапазоне, да, у нас ниже троечки даже, да? Ну, то есть, как и первый диапазон, да, под диапазон и второй. Третий, получается, под диапазон у нас, они... Это 2,5, 2,7 ГГц, да? 2,5, 2,7, да. Да, это у нас, я просто, ребята, сразу комментарий, кто не понимает. Это бенд 38-й у сотовых операторов и бенд 7-й у сотовых операторов. И, соответственно, вот самое, наверное, то, что было интересно, это диапазон маркеры 7,8, да? Вы здесь видите значения, они немного меняются, но вот это... Это точность измерения, здесь мы не будем уже смотреть, там, сотые ксв, да? Это уже немного это... И здесь у нас получается от 4,4 до 5,0, да? Вот это, вот, чтобы вы видели, вот он. Это 5G, друзья, это диапазон N79. Ну, кстати, вот что хочется отметить, да, что здесь тоже ксв, где-то даже двоечка, да, а где-то чуть больше двоечка. То есть, в принципе, если, вот, мне кажется, вот с этим диапазоном бы еще поработать, да, там, ну, как бы... С первым бендом. Да, вот, нет, ну, у нас получается, я не знаю, это 1902, да? Да, первый бенд. Может быть, и во всем, вот, как бы, рабочем диапазоне, там, может быть, меньше троечки было, да? Там, если мы уж говорим, что такая антенна работает достаточно широко, то нужно уже понимать, что чудес не бывает, да? Ну, а твое мнение, вот так вот, промежуточное, такая антенна, в принципе, может называться широкополосной, как бы, вот, как ты сам считаешь? Я думаю, что она может называться широкополосной, но, конечно, по ксв есть, ну, вы сами видите, да? Есть замечания, которые мы видим, да? Есть замечания, конечно, вот, чтобы вы понимали, да, чем выше у нас ксв, тем больше мощность возвращается, наоборот, в передатчик, да? То есть, соответственно, к кпд такой антенны падает, да, пропорционально, да, то есть, вот, не, она, значит, не всю мощность, которую... Не всю рассеивает, часть отражает. Да, там, вот, излучить она или принять, опять же, да, ну, как у нас принцип дуальности, поэтому здесь, вот, в этом ключе, конечно, нужно очень аккуратно, ну, то есть, такие можно использовать, но, опять же, вот, сколько мы с Евгением об этом говорим, да, да, что, да, определенный, для каждого диапазона, по-хорошему, нужно использовать свою антенну, да, а широкополосные антенны, это все-таки некий такой вот, мы видели, да, там профессиональные шиперные антенны, да, 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 они очень сильно отличаются, там, по производству. Вот, смотри, ты сейчас говоришь, я как раз покажу, вот, разобранная секторная антенна, которая у нас сейчас пока в стороночке лежит, и мы видим, здесь у нас что получается, у нас 1710-2700 МГц, ну, есть достаточно в узкой полосе частот эта антенна может работать, а бывает и еще уже, бывает 1700 МГц, там, 2170, то есть, как какой-то один бенд прям закрывают, и, насколько я понимаю, все это сделано, как раз, вот, для того, чтобы лучше реализовать... Да, чтобы лучше реализовать коэффициент передачи, чтобы увеличить дальность где-то, потому что под разные задачи все равно нужно выбирать, потому что я вот, ну, давайте аж откровенно, да, ну, редко, когда используется прям диапазон такой широкий. Ну, конечно, да. 5G, он все-таки, это для Wi-Fi, да, если открою, ну, то есть... Ну, близко туда, да, уже. А если вот мы говорим о более таком диапазоне 2,4, ну, от 1700 до 2700, это LTE уже получат. LTE, да, и там тоже, ну, в городской застройке, в, как я понимаю, в сельской местности или где-то удаленно, там другие диапазоны используют, вот 900, 800, там, где можно дальность будет дальше, да, связь. Да, совершенно верно. Теперь перейдем от этого графика к коэффициенту передачи, да, поднимите, так... Это красный график, да, получается? Да, это красный график. Ну, мы, чтобы другие графики не отнимали, да, 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 да. Здесь вот стоит вот как раз-таки посмотреть вот на эти все значения, да, видно, что диапазон вот 1, ну, до 2 из 7, видно, что здесь коэффициент передачи, вот, ну, вы сами можете увидеть, да, вот я так поставлю, да, и вот здесь, да, ну, где-то на 10 децибел, как минимум выше, да, 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 вот мы говорим, что эта антенна должна работать, да, она действительно работает в диапазоне 5G, но даже вот на таком небольшом расстоянии, да, вот уровень сигнала меньше 50 децибел, да, то есть на самом деле вот это достаточно малый уровень, если мы говорим о комнате покрытия, там, в какой-то квартире, то я думаю, что, в принципе, она справится. Конечно, что будет, если использовать там Майма, там можно скорость передачи повысить, но там нужно понимать, что это все-таки не такая антенна, которую можно под 5G брать легко и использовать на каких-то даже расстояниях. Ну, конечно, да. Павел, можно вот немножко прервуть, если ты не против, на секундочку. Просто люди, новые приходят и задают старые вопросы, поэтому внесем ясность. Вот у нас 50 децибел, там, минус 50 децибел, там, значит, в данном случае мы насчитали. Ну, кто-то скажет, что это 50 децибел антенна, опять вот задают вопросы. Нет, такая антенна, она, ну, в лучшем случае имеет коэффициент усиления где-то, наверное, там 5-6 dBi, не больше. 5-6 dBi. Мы должны понимать, что эти 5-6 dBi, это нам максимум. Да, да. И производители говорят, 5-6 dBi максимум. Да. Никто не будет вам говорить, что у нас там в некоторых направлениях, там, может быть, вот как тоже вот объяснить людям, что есть и отрицательный коэффициент усиления. Потому что вот, чтобы создать равномерный коэффициент усиления в определенном, то есть, что такое вообще коэффициент усиления, это вот некая изотропная излучающая антенна, которая во все стороны одновременно излучает. Точка такая, как сам. Ну, она, как элементарный излучатель такой, но это, опять же, некий, как бы, идеальный случай, да? И мы сравниваем с этой антенной вот в максимальном направлении. Да, да. То есть, когда мы говорим, что у нас есть некая диаграмма направленности у этой антенны, то в некотором направлении, да, мы действительно можем создать. Опять же, чтобы вы понимали, что, чтобы это сделать, это тоже, ну, надо постараться, потому что в таком диапазоне, в широком, сделать равномерно, опять же, диаграмму направленности. Вот, опять же, вот этот коэффициент передачи, его такая вот, знаете, резанность показывает, да, что вот в этом диапазоне у них получилось создать, да? Вот в этом диапазоне, да, хорошо получается. Опять же, вот у нас диапазон от 4, 4, да, до 5, вот он весь изрезан, потому что, на самом деле, там и диаграмма такая, она на самом деле изрезанная, потому что, ну, вот, с изменением частотного диаграмма направленности меняется, да? И вот, вот, когда вот видите, что коэффициент передачи достаточно равномерен, и, значит, в этом диапазоне у них получилось создать правомерную, там, диаграмму направленности, и чтобы, вот, эта антенна, вот, по мне, тогда, вот, что я еще раз скажу, вот, я вижу, что первый, вот, первый наш игрок, ну, то есть, первый, от первого до второго, да, это 1700-1800, здесь достаточно неплохой коэффициент передачи, хотя это 4G у нас, от 1900 до 2,2, да, то есть, вы видите, что третий, вот, вот, вот он, третий маркер, да, третий маркер идет, потом здесь еще ряд провалов, да, то есть, сигнал будет проходить, то, правда, он будет иметь искривление, да, ну, вот, дальше, вот, от четвертого до пятого, вот, мне кажется, вот в этом диапазоне, она достаточно неплохо работала бы, да, это верхний диапазон, от 2,2 до 2,5, да, когда мы говорим о, от 5, от 5 и 6, от 2,5 до 2,7, вот у нас, что происходит, да, а кресло, кстати, хуже там, Павел, вот там, где лучше здесь коэффициент передачи, на этом стенде, мы сможем вывести кресло, но сейчас мы пока работаем, чтобы не запутаться, да, и вот здесь, вот, вы видите, да, достаточно неплохой вот, кресло передачи, небольшая у нас была техническая проблема со звуком, друзья, извиняемся, ну, наверное, здесь, в принципе, уже понятно, Павел, да? Да, да, ну, да, давай подведем итог, да, согласен, эту антенну можно использовать с тем модемом, которым она поставляется, раз они ее действительно сами ставят, ее, да, то, значит, они ее тестировали, значит, какие-то у них есть доводы для того, чтобы она использовалась, да, для приема 5G, ну, как бы, вот, в тех вот диапазонах, которые в России разрешены, от 4G до 5G, да, там, хоть и у него и лейбл написан, ну, как бы, я бы не рекомендовал ее использовать, потому что здесь достаточно маленький коэффициент, ну, получается, маленькое усиление низкое, да, 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 она, конечно, вот, наверное, больше даже, вот, Band 4 и 4.4 должна работать, да, по-моему, диапазон вокруг 4 ГГц, наверное, да, 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 и, соответственно, вот она достаточно неплохо работает от, в диапазоне вот здесь, вот, двух, 1,9, наверное, там, ну, да, нет, от двух, даже, ну, даже не двух, сейчас скажу, так, она от 4, это у нас от 2,2 до 2,7, да, неплохо, понял, да, понял, ну, это рабочая, она более по высоким частотам, ну, то есть, вот, по определенному, диапазону, поэтому, как бы, для вот таких вот, может быть, для модемов она и хороша, но в серьезных условиях ее применять нет смысла, надо уже подключать более мощные антенны, да, хорошо, Павел, ну, что, тогда благодарю тебя за исследование, такое, тем более, широкое, друзья, ждем от вас лайки, обязательно комментарии, все-таки мы постарались, Павел, тебе огромное спасибо, такая маленькая антенна, такая большая, главное, полезная дискуссия получилась, да, все, подписывайтесь, ставьте лайк, всем добра!